Россия за всю историю существования Совета ООН по правам человека вторая страна, исключенная из этого органа. И по ее словам, участие России в Совете по правам человека – это фарс. Это вооруженная агрессия, которая несет за собой незаконное лишение людей жизни. Говорю не от своего имени, а от имени Комитета по правам человека. Да, конечно, это символично, это сигнал для России и попытка такая остановить войну. Уход России из этого Совета, исключение России из этого Совета по сути для обычных людей ничего не меняет. Очень часто на такую критику идет вопрос, а что вы хотите, чтобы в принципе не было ООН, чтобы не было этих площадок? Исключить Россию из Организации Объединенных Наций нельзя. Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Привет. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Для обхода блокировки устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже обстроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. 7 апреля Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций временно исключила Россию из Совета ООН по правам человека. Что это означает на практике? Что решал Совет ООН по правам человека? И насколько вообще страшно для страны и ее граждан? Вот такое исключение мы и решили выяснить. И помогут нам в этом сегодня разобраться адвокат Ольга Гнездилова и юрист, специалист в области международного права Глеб Богуш. Итак, Россию временно исключили из Совета ООН по правам человека. За проголосовали 93 государства, против 24, а еще 58 стран не стали вовсе голосовать. Среди тех, кто был против, это, конечно, сама Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Центральная Африканская Республика, КНДР. Ну, в общем, страны... Дружественные, все дружественные России страны. И известные, тут я, наверное, закавычу, своей приверженностью к соблюдению прав человека. Впрочем, в Кремле заявляли, что без России работа Совета по правам человека ООН станет неполноценной. И, насколько я понимаю, российские власти тоже какой-то сделали упредительный жест, как в истории с Советом Европы, откуда хотели выйти, хлопнув дверью, но их Совет Европы опередил и исключил. Да, я так понимаю, что Россия и в этой ситуации приняла решение досрочно прекратить свои полномочия по Совете ООН по правам человека. И, начиная с 7 апреля, соответственно, тоже добровольно сложила себя функции, при том, что срок членства России в Совете истекал в следующем году, в 2023. Тут, наверное, надо пояснить, что об исключении России заговорили после того, как весь мир облетели видео и фотографии из пригорода Киева, из города Буча, из других украинских городов, где после ухода российских военных обнаружили десятки убитых людей и тела лежали прямо на улицах. Власти Украины обвинили Россию в убийстве мирных жителей, в геноциде. Россия утверждала, что кадры с убитыми жителями Буча – это инсценировка и провокация. И вот постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что полагает, что российские военные совершили военные преступления в Украине, и поэтому Россия должна быть привлечена к ответственности. И по ее словам, вот далее цитирую, «участие России в Совете по правам человека – это фарс». И, собственно, поэтому по инициативе США была подготовлена резолюция о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека. И в тексте этой резолюции, в частности, говорилось, что государство выражает, далее цитирую, «серьезную озабоченность по поводу продолжающегося кризиса в области прав человека и гуманитарного кризиса в Украине, особенно в связи с сообщениями о нарушениях и злоупотреблениях правами человека и нарушениях международного гуманитарного права Российской Федерации». И вот в итоге, как ты уже сказала, Россию исключили. Россия – это вообще за всю историю существования Совета ООН по правам человека вторая страна, исключенная из этого органа, можно сказать, с позором. Первой была Ливия в времен правления Муаммара Каддафи. Да, но потом Ливия вернулась в Совет ООН по правам человека, когда режим Каддафи пал. И еще одна история, где была под вопросом членства страны в Совете ООН по правам человека, это, насколько я понимаю, история Саудовской Аравии. Этот вопрос ставился на обсуждение после исчезновения и убийства в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Его в последний раз видели входящим в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. И власти Саудовской Аравии расследовали это убийство и в конце 2019 года даже там приговорили к смертной казни пятерых человек, к длительным заключениям еще нескольких. Но, я так понимаю, не все были довольны результатами этого расследования. Например, правительство США представляло доклад, авторы которого пришли к выводу, что согласие на убийство или на похищение журналиста Джамаля Хашукджи дал лично наследный принц Саудовской Аравии. Но тогда до голосования так и не дошло по поводу членства Саудовской Аравии в Совете ООН по правам человека, и страну исключать не стали. Но давай все-таки разберемся, что такое этот самый Совет по правам человека, что он из себя представляет сейчас и для чего он нужен, комментирует Глеб Богуш. Совет по правам человека, нынешнее его название, как Совет, сравнительно недавно возник, в 2006 году он заменил собой предыдущий орган, который назывался Комиссия по правам человека. Это вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи, то есть он существует в системе органов ООН, не в рамках какого-то отдельного договора, а именно как орган Организации Ореных Наций. И он состоит из государств, как, например, Совет Безопасности. То есть туда избирают государство. 47 членов, и этот орган проводит регулярные заседания в Женеве. Главная задача этого Совета — обсуждение и мониторинг ситуации с правами человека в мире. Кроме того, по ряду ситуаций Совет может инициировать создание комиссий, в том числе комиссии по расследованию. Вот такая комиссия, кстати, создана была, в частности, по ситуации в Украине совсем недавно. Вот эта работа, она проводится очень плотно вместе с Верховным комиссаром ООН по правам человека. Но каких-то функций наподобие Совета Безопасности, то есть принятие решений, которое было бы обезбудительным для всех членов Организационных Наций, у него нет. Это все-таки орган, который больше является такой площадкой для уже последующих мер, которые принимают государство, ну и другие органы. Надо иметь в виду, что существуют еще договорные так называемые органы, которые существуют в рамках отдельных договоров. В частности, Комитет по правам человека. Орган, который, можно сказать, обеспечивает действие Международного факта о политических и гражданских правах. Есть многие другие комитеты. Это и Комитет против пыток в рамках соответствующей конвенции, это и Комитет по регуляции всех форм дискриминации в отношении женщин, Комитет по расовой дискриминации. В общем, много разных органов, которые на самом деле направлены на то, чтобы так или иначе контролировать ситуацию с правами человека. То есть это очень такая разветвленная система. Поэтому очень важно понимать, о каком органе в данном случае идет речь. Вот этот орган, которому идет речь, это Совет по правам человека. Он состоит из государств, которые туда избираются. Его задачи, ну, можно так сказать, представительные, что ли. Глеб, вот смотрите, вы сказали, что Совет, вот этот ООН по правам человека в нынешнем его виде возник в 2006 году. До этого действительно существовала комиссия ООН по правам человека. Она была учреждена еще в 1946 году. Но к середине 2000-х, как говорит нам в том числе и Википедия, она окончательно утратила свой авторитет. Это главным образом из-за присутствия в составе этой комиссии нарушителей прав человека. А также из-за того, что она была чрезвычайно политизирована, эта комиссия. Вот с вашей точки зрения, нынешний Совет не приобрел ли те же изъяны, излишнюю политизацию и присутствие в нем государств нарушителей прав человека? В большинстве случаев критика в адрес Совета, она связана с тем, что определенным вопросом прав человека, например, соблюдение прав человека на оккупированных территориях палестинских, придается приоритетное значение, а некоторые вопросы Совет предпочитает ими не заниматься. Условно говоря, такое вот непропорциональное внимание к отдельным темам. В свое время это послужило как бы основанием для выхода Соединенных Штатов из этого Совета при президенте Трампе. На мой взгляд, эта критика, она не обоснована. Она как раз и является политизацией, потому что вместо обсуждения ситуации, которая складывается уже в течение десятилетий и не имеет, на самом деле, позитивной динамики в настоящее время, она действительно политизируется. И это такая вот удобная очень позиция. На вполне обоснованной, на мой взгляд, претензии говорить, что вот, а почему вы другими не занимаетесь? Что касается вопроса о присутствии нарушителей, эта критика, наверное, более оправданная. Безусловно, это так. Сейчас в составе Совета есть государства, которые справедливо меняются не просто в нарушениях прав человека, а в нарушениях системных. Потому что надо понимать, что практически все государства так или иначе нарушают права человека, но речь вот именно о системных нарушителях. Достаточно посмотреть на список государств, можно сразу увидеть, там такие государства, как Венесуэла, где уже не первый год. Ситуация, которая связана с системными нарушениями прав человека. В частности, на свободу собраний люди лишаются свободы, и ситуация эта постоянная. Можно обратить внимание также на такие государства, как Эритрия, Судан, Соединенные Штаты Америки, с учетом многих сюжетов, по которым вряд ли Соединенные Штаты Америки можно назвать идеальным, так сказать, защитником прав человека. Из нынешнего состава я бы обратил внимание на Венесуэл. Граждане от государства отказаны фактически возможности определять свое будущее политическое. Ну, это один пример только. Там есть и многие другие. Да, но вот при этом, я так понимаю, всерьез вопрос об исключении или приостановке членства этих стран в Совете, вот за исключением, я так понимаю, Ливии и в какой-то момент Саудовской Аравии, всерьез такие вопросы не поднимались. Да, это так. Почему вслед за Ливией, времен правления Муаммара Каддафи, Россия пополнила этот неприятный список отстраненных? Сейчас происходит ситуация, которая связана с самой организацией Миндокнации, Генеральной Ассамблеей ООН, подавляющим членам агрессии против суверенного государства, которая по природе является нарушением прав человека, причем нарушением прав человека на жизнь. Это вооруженная агрессия, которая несет за собой незаконное лишение людей жизни. Говорю не от своего имени, а от имени Комитета по правам человека. И таково мнение большинства, конечно, государств. Здесь, конечно, решающую роль сыграли не какие-то нарушения прав человека отдельные в России, а именно то, что сейчас происходит. Но вообще, по словам Ольги Гнестиловой, исключение России из Совета ООН по правам человека, это, конечно, довольно символическая история. До этого из Совета, кроме России, исключали Ливию. Тоже это было связано с грубыми нарушениями прав человека. Генеральная Ассамблея и страны, которые голосовали за это решение, хотели сказать, что мы не можем сидеть с вами за одним столом и обсуждать такие вопросы важные на равных. Россия, скажем, не может это делать, потому что сама допустила серьезные и грубейшие и продолжает допускать нарушения прав человека в ходе вооруженного конфликта в Украине. Поэтому, да, конечно, это символично, это сигнал для России и попытка такая остановить войну. Но, конечно, это одна из многих попыток, которые сейчас предпринимаются. Но сложно сказать, может ли это вообще как-то повлиять. Но хотя бы вот эти эксперты Совета по правам человека, они не будут вынуждены спорить о стандартах. Они будут работать с теми странами, которые разделяют ценности, и они будут на одной волне. Я думаю, что это конструктивно для самого Совета, для его работы, чтобы это не превращалось в постоянные перепалки о том, что люди могут там с другими людьми делать, а что нет. По словам Ольги Гнездиловой, уход России из этого Совета, исключение России из этого Совета, по сути, для обычных людей ничего не меняет. Потому что членство России в Совете ООН по правам человека налагало на нее обязательство готовить раз в четыре года доклады о правах человека в России, также участвовать в обсуждениях докладов других стран, высказывать какую-то экспертную позицию. Сейчас вот Россия будет избавлена от этих обсуждений, но свои доклады представлять по-прежнему будет обязана. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Продолжим после короткого объявления. Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем исключение России из Совета ООН по правам человека. Что оно означает, чем грозит для обычных российских граждан и зачем вообще нужен Совет ООН по правам человека. На самом деле Совет по правам человека в ООН – это не главное место, куда люди обращаются со своими личными жалобами на нарушение прав человека в их конкретных странах. Совет этим никогда не занимался. Этим занимались специальные отдельные комитеты. Да, именно туда и сейчас могут обращаться обычные граждане. И вот что рассказывает о том, как работают эти комитеты Ольга Гнездилова. ООН – очень большая организация. Там действительно можно запутаться в том, кто за что отвечает. Так вот, индивидуальные жалобы рассматривают комитеты ООН. Их несколько. Есть комитет ООН по правам человека. Он рассматривает нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах, который был артифицирован еще Советским Союзом, до сих пор для нас действует. Содержание пакта, в принципе, идентично и содержанию Европейской Конвенции, и содержанию нашей Конституции. То есть, в принципе, все те же самые права там защищаются. Единственная проблема с комитетами ООН, в отличие от Европейского суда, их сообщения, они даже называются не решения, а сообщения, носят для правительства рекомендательный характер. То есть рекомендуется исправить какую-то ситуацию, и это сообщение не будет основанием, например, для пересмотра приговора. Вот решение Европейского суда является основанием для пересмотра приговора по нашему Уголовно-процессуальному кодексу и пересмотра судебного решения, в том числе по Гражданскому процессуальному кодексу России. И все, что будут делать эти решения, которые будет вносить комитет, они будут рекомендательны. И, как правило, в рамках процедуры рассмотрения индивидуальных жалоб в комитетах не выплачивается заявителем компенсация. То есть это, скорее всего, такой совет государству, как иначе поступать в тех или иных ситуациях. Граждане Иране обращались, граждане России, жители России, жители других стран, которые пострадали от действий России, они обращались к комитету ООН с этими индивидуальными сообщениями, выносились решения по этим процедурам. Таких дел, конечно, меньше, чем в европейском суде, но эта работающая система, она будет, видимо, заменять нам отчасти Европейский суд по правам человека и таким образом работать. И кроме комитета ООН по правам человека, который, скажем так, общий характер носит, есть еще другие комитеты профильные, которые занимаются рассмотрением индивидуальных жалоб на нарушение отдельных тематических конвенций. Например, есть конвенция ООН по правам ребенка, есть комитет ООН по правам ребенка, которые занимаются рассмотрением жалоб на нарушение конвенции о правах ребенка. То же самое конвенция о ликвидации и дискриминации в отношении женщин, конвенция против пыток. Для каждой конвенции ООН есть свой комитет. Туда можно обращаться, если нарушения относят такой специфический характер. То есть я правильно понимаю, что по большому счету решения этих комитетов ни на что не влияют? И для людей, для обычного человека, который туда обратился, это скорее такая моральная поддержка и как бы подтверждение его правоты, но не более того. Ну вот я тоже так поняла. По словам Ольги Гнездиловой, действительно решение комитетов, поскольку все международное право построено на идее добросовестности и на его исполнение, это добрая воля государства, которые разделяют общие ценности и принципы, то тут нет механизмов принуждения. Но при этом я спросила Ольги Гнездиловой, как-то может ли вот это решение, сообщение комитета по правам человека ООН повлиять на, допустим, законодательство страны, в отношении которой оно вынесено, там в частности России, были ли какие-то случаи подобные. И она привела вот такой пример. У нас были дела, где мы, например, не могли обратиться в Европейский суд по тем или иным причинам, там ли сроки были пропущены, поздно обратились к нам люди, но мы использовали вот механизмы комитетов ООН, обращались туда, комитеты выносили свои сообщения. Дело Шелма Тимаговой – это женщина Северного Кавказа, которая пострадала в результате домашнего насилия со стороны своего мужа. И там были очень важные рекомендации, касающиеся того, что нужно принимать закон против домашнего насилия. Это было еще до того, как Европейский суд занял такую позицию. И здесь было важно то, что комитет таким образом проложил вот эту дорогу к будущему постановлению Европейского суда. То есть они дополняли друг друга в тех выводах, которые были сделаны. Но, конечно, для самой заявительницы это было морально удовлетворение прежде всего, но ее судьба с этим не изменилась. Здесь нужно, наверное, напомнить историю Шелма Тимаговой. И мы рассказывали о ней в рамках программы «Человек имеет право». Это женщина с Северного Кавказа, которую бывший муж ударил топором по голове. Она чудом выжила. Сталась инвалидом после этого, а мужа приговорили к девяти месяцам лишения свободы. После этого Шелма Тимагова пожаловалась, вот в частности, в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. И в апреле 2019 года Комитет ООН признал правоту Тимаговой в этой ситуации. И только в декабре 2021 года уже ЕСПЧ вынес пилотное постановление, в котором обязал Россию привести законодательство, связанное с домашним насилием и с его предотвращением в соответствии с конвенцией, в соответствии с нормами права. Но, правда, теперь непонятно, когда это произойдет и произойдет ли вообще, потому что Россия, которую исключили из Совета Европы, также грозится и денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Вопрос подвешивается на неопределенное время, к сожалению. Да, и сейчас, когда 16 сентября Россия вроде как перестает быть участницей Европейской конвенции по правам человека, и поэтому на нарушение конвенции, случившееся уже после этой даты, нельзя будет пожаловаться в Европейский суд по правам человека, многие стали успокаивать, что вот останутся хотя бы комитеты ООН, куда можно будет обратиться. И я попросила Ольгу Гнездилову рассказать, вообще, насколько сложно туда пожаловаться обычному человеку, какие там сроки обжалования, когда нужно подавать жалобу, и вообще стоит ли ждать теперь потока заявлений от россиян. В Европейский суд мы обращаемся в течение четырех месяцев после исчерпания эффективных средств правовой защиты, то есть после последнего эффективного судебного решения, и комитеты, там разная немножко практика, но может быть такое, что в комитеты можно обратиться в срок до 10 лет со дня исчерпания. То есть даже вот такие очень старые дела не принимали. Как будет сейчас, не скажу, потому что там нет прописанного в конвенции ограничения. В Европейской конвенции есть эти шесть месяцев, которые сейчас были сокращены до четырех, а в конвенции ООН, как правило, нет таких жестких сроков для обращения, поэтому они формируются сложившейся практикой. Если сейчас будет большое количество обращений, конечно, комитеты будут корректировать вот эти подходы в сторону сокращения сроков. Сложности там большой нет, это по силу не только юристам, но и самим заявителям. Я бы сказала, что комитеты даже более лояльно относятся к жалобам, у них нет таких жестких форм, как у Европейского суда. Я думаю, что обращений будет больше, конечно, и сами люди будут писать, юристы будут писать, и мы же это все тоже изучали, хотя мы не всегда понимали, зачем мы там постоянно обновляем свои знания в практике комитетов ООН. Но, тем не менее, вот сейчас оказывается, что это все было не зря. Основная проблема – это отсутствие обязательности этих сообщений комитетов и, конечно, пропускная способность, то есть насколько они смогут эффективно рассматривать большое количество жалоб, потому что штат юристов Европейского суда за последние годы был увеличен, и они применяли очень много технических решений, новаторских таких, для того, чтобы ускорить рассмотрение дел, ускорить обработку документов. Конечно, в комитетах этого все нет, там многое делается вручную, и сейчас им придется тоже какие-то новаторские внедрять начинания, может быть, расширять штат. Это все, конечно, может привести к затору в рассмотрении дел. По словам Ольги Гнездиловой, в комитеты ООН жалуются не только из России, но и из стран, где просто нет доступа к Европейскому суду по правам человека, которые не ратифицировали конвенцию, например, из Белоруссии, из Казахстана. Они очень активно используют механизмы ООН, они обращаются в комитеты по делам о свободе собрания, например, задержание на митингах, те же самые, или в свободе слова, дела о запрете какой-то газеты, средств массовой информации, по свободе объединений, это ликвидация организаций по Белоруссии, по свободе собрания в Белоруссии отличная практика у комитета ООН по правам человека, но исполнения нет, то есть ничего не изменилось. Это, конечно, вызывает множество вопросов. Ну, у любого человека, а зачем вообще нужно? Ну, для чего, в принципе, существуют вот эти люди в большом количестве, этот аппарат, решение которого ни на что не влияет, и почему до сих пор не придумало человечество, ну, глобальное, вот это мировое правительство в лице Генеральной Ассамблеи ООН какую-то систему принуждение государств к выполнению решений, там, Генеральной Ассамблеи ООН или комитетов различных организаций объединенных наций. Вот как это комментирует Глеб Богуш. Очень часто вот на такую критику идет вопрос, а что вы хотите, чтобы, в принципе, не было ООН, чтобы не было этих площадок, чтобы не было этих возможностей, да, хотя бы обсуждать эти проблемы. Универсально, да, поскольку ООН – это универсальная международная организация. Это не организация исключительно, скажем так, прогрессивных государств, которые обеспечивают какие-то наивысшие стандарты прав человека. Это вот единственная такая универсальная площадка. А с другой стороны, если России не особенно есть дело до того, что там решает Генеральная Ассамблея ООН, Совет по правам человека, какие-то комитеты, созданные при ООН, может сейчас, ну, раз уж ее исключили из Совета по правам человека, выйти еще и под действие вот этих комитетов, ну, даже несмотря на то, что их решения необязательные, а вовсе носят рекомендательный характер, ну, просто сказать, что мы тогда и рекомендации ваши никакие тоже исполнять не будем. Чисто теоретически может. Вот что говорит Ольга Гнездилова о том, как можно выйти из-под действия этих комитетов и, например, могут ли вообще Россию исключить из ООН за такое. Что касается комитетов ООН, да, из них тоже можно выйти, отозвав ратификацию конвенций, которые еще Советский Союз ратифицировал. Это конвенция о правах ребенка в 80-м году, Международный пакт о гражданских политических правах. В 66-м году принимался, ратифицировался тоже где-то вскоре после этого Советским Союзом. То есть вот все, что даже Советский Союз принимал, можно вот сейчас, конечно, России отказаться принимать, и тогда на нас не будут эти стандарты действовать. Что касается ООН, Россия является одним из учредителей ООН, поскольку Организация Объединенных Наций была образована после Второй мировой войны, и страны-победительницы получили особую роль, и фактически даже само учреждение было связано с тем, чтобы не допустить ужасов Второй мировой войны. И все стандарты в области прав человека, они принимались для того, чтобы вовремя отследить появление таких радикальных движений, не допустить нарушения свободы слова, которые мешают, скажем так, предотвращают появление тоталитарных каких-то деструктивных движений свободы собраний, и для этого именно эти стандарты были разработаны. Сейчас мы столкнулись с тем, что все-таки это не было эффективным мировым таким порядком, который мог бы предотвратить новую войну. Исключить Россию из ООН нельзя. Можно прекратить действия ООН и учредить какую-то другую организацию без России. Но, конечно, этого никто делать не будет, потому что остается и сохраняется надежда на диалог, на примирение, на то, что все-таки будет возврат к стандартам прав человека, к соблюдению права на жизнь и на международную безопасность. Да, но пока это все вот именно надежды на светлое будущее и чью-то добрую волю. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, пересылайте нам свои сообщения на адрес справа собака. Субтитры создавал DimaTorzok